МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примерно то же самое и Мария Захарова. Поэтому здесь комментировать я ничего не буду. У меня добрых слов нет, а плохие слова принято запикивать в эфире. Что же касается организации работы МИДа, в общем, я бы сказал так, что, в общем, МИД остался, конечно, таким же, каким, ну, плюс-минус, остался таким же, каким он был, причем не только в раннероссийское время, но и в позднесоветское время. И в советское время вообще. МИД всегда был исполнительным органом, который принимал к исполнению политические установки и указания, поступавшие сверху, со старой площади, из политбюро, и выполнял их насколько мог, насколько хватало сил и воображения. Но тогда все же, я должен сказать, существовало некоторые традиции, не только российской дипломатической службы дореволюционной, но и советской дипломатической службы. И тогда вроде бы считалась вот такая подзаборная брань, что называется, ну, несколько моветон, да. А вот сейчас этого, к сожалению, нету. И вот нынешнее поколение сотрудников российского МИДа, они выросли уже совершенно в другой парадигме. Когда чем резче скажешь, чем обиднее назовешь оппонента, тем скорее тебя заметят и выдвинут. Вот в этой связи я с большим интересом слежу за тем, что говорят руководители российского МИДа, и я с удовольствием отмечаю, что некоторые из руководителей российского МИДа, они как-то стараются держаться в стороне от этого. Они не выступают против, потому что иначе бы они просто в МИДе не работали. Но стараются в этом не участвовать. А есть те, кто в этом участвуют, и те, кто на этом делают большую карьеру. Ну вот, Мария Захарова – это один из таких типичных примеров. Но это, на ваш взгляд, такая деградация дипломатии? Да, конечно, конечно. Ну, собственно, когда Путин шутил там, что, дескать, он сдерживает Лаврова, который иногда говорит как министр обороны, а не как министр иностранных дел. А вот, да, в общем, так оно и есть. Качество дипломатии здесь никакого. А в общем, какая здесь может быть дипломатия? Вот, понимаете, дипломатия – это ведь не просто банкеты. Это не просто там фраки, приемы, проще, вот, мишурах. Это серьезная аналитическая работа. И попытки каким-то образом укрепить влияние и положение своей страны в мире. Сейчас все это практически невыполнимо. Сейчас с миром принято только ругаться, собачиться. Я слушал здесь выступление Лаврова в НГИМО перед студентами. Тягостное впечатление, прямо скажу. Тягостное впечатление при том, что, в общем, Лавров, ну, я его знал как чрезвычайно умного, тонкого и опытного дипломата. Вот, вот, не знаю я, как это произошло. Не знаю я, как люди, такие как Лавров в частности, умный человек, все-все-все понимающий, не сомневаюсь, прекрасно все понимающий. Вот как он себя чувствует в таком качестве, я, честно говоря, боюсь даже задумываться. Не хочу задумываться. Ну, стараюсь не комментировать, но вот вы спросили. Вынудили прокомментировать. Но когда этот перелом произошел, на ваш взгляд, это же не сразу, не сразу случилось, когда Путин пришел к власти? То есть это постепенно или был какой-то определенный этап и рубеж? Вот как это все произошло? Вы знаете, я скажу так, когда еще во второй половине, конец 90-х годов, я вернулся из-за гран-командировки, и мне была предложена должность посла по особым поручениям, отвечающего за СНГ. И я изложил свое представление этой работы нашей политики в СНГ министру Ильине Максимовичу Примакову письменно. Он это делает. Да, я написал, что Россия в ее положении вряд ли может претендовать на какие-то, на роль ментора или лидера стран СНГ. Просто потому, что и денег нет, и особых возможностей нет. Но Россия может стать в СНГ флагманом демократии. Россия уже тогда была видна, куда докатилось дело в Туркмении. Уже тогда было видно, как потихоньку прикручивают вентиль демократических преобразований и убеждений в Белоруссии и других странах. А вот в России было можно многое. В России была такая не очень толковая, не очень организованная, но демократия. Я и говорил, что Россия могла бы стать лидером демократических преобразований и использовать свое влияние в СНГ. А влияние всегда было огромным. По объективным причинам использовать его для того, чтобы помочь этим странам стать демократическими. Вот Евгений Максимович эту концепцию не принял. Вот уже тогда можно было предполагать, чем кончится дело. Хотя, конечно, предполагать, что дойдет дело до такого маразма, я думаю, никто бы тогда не взялся. Но когда это все началось, на мой взгляд, это все началось где-то в середине нулевых годов. Это вот история с Грузией. А до этого, конечно же, оранжевая революция. А в Украине, которая очень напугала многих в Москве. И, в общем, все все понимали, но, тем не менее, исполняли то, чего от них ждали. А потом, конечно, полный облом. Потом была война с Грузией. А потом случилась война с Украиной, аннексия Крыма. И все на этом, в общем, эксперимент с демократией. На этом Россия закончила. Увы. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы сегодня. Что могу. Счастливо вам. До свидания.